Вот, это грибок. Это после ремонта тут же начало все падать, это все валится. Мы боимся, что вот эта лестница у нас просто выпадет из стена вот в эту квартиру. Штукатурка сыплется, входные двери держатся на честном слове. Подъезды отремонтировали пару лет назад, но из-за постоянной сырости все быстро пришло в негодность. Причина бед – вода, постоянно скапливающаяся в подвале. Отсюда непрекращающаяся вонь и прочие неприятности. Началось все от того, что в сентябре этого года, когда давали отопление, труба лопнула. Ну и получилось так, что вода вся скопилась в подвале, трубу отремонтировали, а воду-то не убрали. Сказали, сама высохнет. То есть она вот как стояла, она так и стоит. Жители первого этажа окна в своей квартире не закрывают. Свежий воздух хоть как-то разбавляет стойкий неприятный запах. От постоянной сырости у многих жильцов обострились хронические болезни, появилась аллергия. По словам жильцов, из подвала в квартиру ползут многочисленные клопы и тараканы. Приходится бороться с ними любыми подручными средствами. Вот, например, в этой ловушке уже достаточно большой улов. Жильцы утверждают, что нередкими гостями у них стали крысы. И это не единственная проблема. Перепробованы все средства, но тараканы все равно, говорят, жильцы, лезут из всех щелей. Включая свет, их тут армия. Настоящая армия бегает по всей квартире. К соседям они вот через эту дырку пролезают, то есть она их там начинает тоже травить. А у нее маленькие дети там находятся. То есть эта труба мешает нам. То есть из нее постоянно идет запах. Заглянуть в источник коммунальных бед, подвал, нам не удалось. Он, по всем правилам, закрыт на замок. Но правильно ли то, что из него уже четвертый месяц не выкачивают воду? С таким вопросом мы вместе с Оксаной отправились в управляющую компанию. По словам женщины, без нас встретиться с ее представителем у нее не получалось. Общаться никто не желал. Если не работает попутный дренаж у вас, он не работает. На сегодняшний момент он забит. Его нужно промывать. Чтобы вода не копилась, а оттуда уходила, надо чистить придомой дренаж. Поэтому мы сейчас должны учиться? Нет, мы сейчас будем откачивать у вас воду. Отправить специалистов для оценки обстановки и измерения объема работ нам пообещали уже сегодня. А вода из подъезда должна исчезнуть на следующей неделе. Получили мы и ответ на вопрос, почему же нельзя было заняться проблемой раньше. У нас установки этой нету. Так называемая система гидродинамической прочистки. И у нас фактически ее нету. Она здесь у двух организаций. На тот момент у одной организации она была сломана, а вторая просто физически была занята на своих объектах. И нам в конечном итоге выделили тогда, когда ее уже по технологиям нельзя использовать. Но прочистить дренаж коммунальщики все же попытаются. Столь нужное оборудование сейчас решили закупить, чтобы впредь ни от кого не зависеть. Наймут и фирмы для дезинфекции от грызунов и насекомых. Что же касается ремонта подъездов, установки домофонов и прочих текущих работ, устранить недочеты возможно. Вот только долг у жильцов за услуги ЖКХ – 2 миллиона рублей. А это значит, что ремонтный фонд дома пополняется медленно. Мария Ебеленко, Егор Плюснин. Новости.